Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа, там где вы есть, там где вы находитесь, пусть Бог благосовит вас. Прежде чем буду говорить, проповедовать, хочу сказать, что если в вашей жизни есть обстоятельства очень сложные, и вы верите, но вы не видите результата, то я хочу вдохновить вас. В Евреям 11 главе есть вторая часть этой главы, последняя. Там говорится, что они верили и не увидели на земле исполнившиеся обетования Божьи. Они верили, но не увидели, они так стремились, но так и не увидели. Почему? Потому что Бог предназначил нечто лучшее для них на небесах. Очень многие вещи совершатся здесь на небесах, о, здесь на земле, в жизни тех, кто верит. Они будут верить, мы будем верить и будем видеть, как Бог отвечает на наши молитвы. Но некоторые ответы, они будут настолько огромными, что только небеса их смогут вместить. Награда будет настолько большая, что только небеса смогут вам подарить это. Поэтому, если мы живем жизнью, верою в Иисуса Христа, жизнью, после этой жизни, мы верим, что у нас будет другая жизнь, вечная жизнь, жизнь в радости, тогда мы будем верить Богу не только в этой жизни, но и после этой жизни. В Библии написано, Павел пишет, что мы несчастнее всех человеков, если имеем здесь только веру, если мы только имеем здесь убеждение, что мы будем жить только на земле, мы будем жить в вечности. Аллилуйя! Поэтому, если в вашей жизни обстоятельства складываются очень плохо, то это хорошая причина, чтобы верить Богу, изменить вашу ситуацию. Итак, тема проповеди будет называться «Передача духовного наследства». Каждый человек приходит в этот мир через родителей. Есть законы, через которые человек приходит на эту землю. И нет такого человека, который бы случайно, без родителей, оказался на этой земле. Нет такого. Обязательно должен быть папа и мама. Мы говорим сейчас о нормальных случаях. Мы не говорим сейчас о незаконах и так далее. Мы говорим о нормальном случае. Нужен мужчина, нужна женщина, нужны родители. Тогда появляется ребенок. Аналогично каждый человек рождается в Царство Божье. Послушайте внимательно. Через человека. Вы спросите, как это может быть? Именно через человека Божьего мы можем родиться в Царстве Божьем. Кто-то говорит, я пришел к Богу без человека. Я не верю. Я не верю. Потому что когда Иисус возносился с этой земли, Он дал своей церкви не только одиннадцати ученикам, Но всем верующим в Него дал послание, дал повеление. И как Павел пишет, что Господь дал нам благодать и апостольство, Покорять вере все народы. Римлянам первая глава. Говорится, что Бог дал нам благодать и апостольство, Покорять вере все народы. Человек является партнером Бога. И мы, не зная этого, думаем, да Бог сам все сделает. Послушайте, если сам человек все сделает, Тогда зачем Иисус просил так часто учеников, Помогите мне в этом, помогите мне в этом, помогите мне в этом. Иисус, воскресивший Лазаря, Вы думаете, Он не мог сказать камням, чтобы они отвалились? Ну почему Он людям сказал, отвалите камень? Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Который мертвый был уже четыре дня. Четыре дня назад Он умер. И Он, Иисус, смог воскресить Лазаря из мертвых. Но давайте мы посмотрим, что это чудо не только делал Иисус. Там были задействованы люди. Человек является партнером Бога. Мы, верующие в Иисуса Христа, должны понять, что позиция у нас не быть такими, какими мы себя считаем, А быть теми, кем видит нас Бог. И Он нас видит именно партнерами. Он нас видит именно невестой. И Он может все сделать сам, без нашего участия, но Он так не хочет. Именно тогда Иисус сказал, отвалите камень. Он сказал людям, приведите Меня туда, где лежит Лазарь. Он сказал людям, развяжите Его. Иисус, воскресивший Лазаря, что не мог развязать Его? Он сказал слово, и Лазарь мертвый вышел из гроба. Иисус мог бы сказать слово, и бинты размотались бы сами. И вышел бы Лазарь, улыбающийся. Нет. Иисус просил Своих учеников. В этом есть прообраз. И в этом есть послание для нас, что Иисус, который пришел в нашу жизнь, Он не пришел только для нас. Да, Он лично наш. Но, и также Он является частью других людей. Бог может все сделать Сам, но Он желает вовлекать в Свои дела нас, так как мы Его часть, мы Его невеста. Именно поэтому Иисус сказал Своим ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Всем людям. Всем. Но мы скажем, но ведь они же не хотят. Какая разница? Чудеса же хотят все. Ведь Евангелие, это же не только слова. Евангелие, это сила, Евангелие, это сила Божья, которая проявляется в чудесах, знамениях. Иногда мы думаем, что Евангелие, это только слова. Но в жизни Иисуса Иисус проповедовал Евангелие через знамения чудеса. И потом Он объяснял, потом Он говорил. Мы думаем, что вот эта нация, допустим, мусульмане, они никогда не примут Иисуса Христа, они всегда будут верить, они же таки с детства научены верить, так верно верить самому Богу. Знаете что? Хорошо быть убежденным в чем-то, но когда у тебя есть нужда, и у тебя нет ответа, и ты видишь, что никакой Бог тебе не помогает, а только Иисус тебе может помочь, то как ты, получив ответ от Иисуса, можешь не верить в Него? Как, получив от Него ответ, ты можешь не служить Ему, не поблагодарить Его, не поверить в Него? Мы видим, что когда люди получали ответы от Иисуса, реакция в жизни людей какая была? Благодарность и вера в Него. Написано, Лазарь воскрес из мертвых, и что он делал? Пошел по своим делам, на работу пошел? Написано, он возлежал с Иисусом. Это о чем говорит? Когда Иисус возлежал, они кушали, да? Там такие обычаи, лежа кушали, и никогда Иисус просто так не кушал, голодный такой. Он разговаривал всегда. Он всегда говорил, он открывал. Ему так много было, что открыть своим ученикам, своей невесте, людям, которые верят в Него. И Лазарь был там. Лазарь был вовлечен в дела Божьи. И написано, благодаря этому чуду с Лазарем многие из иудеев уверовали, так что фарисеи собрали совет, чтобы убить Иисуса. Сказали, что если мы не остановим Его, все люди уверуют в Него. И римляне придут и захватят нас. Лазарь, он был использован как инструмент в руках Божьих. И Бог не пришел молиться за его головную боль. Как сестра говорила, о, приди, учитель, помолись, брату моему плохо, он болен. Ему так плохо, его тошнит там, или его голова болит. Господь говорит, мой план, чтобы он умер и его воскресить из мертвых. Чтобы великая была слава Божья. Потому что через головную боль, ну кто уверует? Ну, прошла боль. А у того саппроса так прошла боль. Что здесь такого? Итак, передача духовного наследства. Духовное наследство – это принятие Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя. Рождаясь и становясь частью Божьей семьи, Церкви Иисуса Христа. Дорогой друг, я хочу обратиться к тебе. Может быть, ты относишься к категории духовных родителей, ты верующий уже. Тогда наша ответственность с тобою передавать это наследство другим людям. Представьте, вы носите внутри себя то, что принадлежит вам, и то, что вам не принадлежит. То есть, не только вам принадлежит, но и другим. Как апостол Петр говорил, что это обетование, обетование Духа Святого принадлежит вам, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь. Петр говорил, что всем родам принадлежит обетование Святого Духа. Иисус – это наследство, которое тебе, как ребенку, нужно принять, как человеку, родившемуся на этой земле. Ведь каждому ребенку, родившемуся в семье, нормально, физической семье, у него есть наследство. У него есть первое – это родители, которые заботятся о нем, которые помогают ему, которые любят его. Не достаточно просто, чтобы тебя кормили. Тебя еще любить должны. И это все прообраз духовной семьи. И если человек живет на этой земле, и он не имеет духовного наследия, он не имеет духовной семьи, он не имеет Иисуса Христа, то он не может быть счастлив. Ему необходимо принять это в свою жизнь. И если мы, как духовные родители, мы верующие в Иисуса Христа, мы имеем Иисуса Христа, он как лично наш, так и не лично наш, еще и других является. И я, поверив в него, моя ответственность передать его дальше, передать его остальным людям. И Бог в моей жизни определил определенных людей, его план – это определенные люди, которым я на протяжении всей своей жизни должен передать это наследство. Сказать, вот, держи твое наследство, веру в Иисуса Христа. Это не будут все подряд. Многие люди могут от меня слышать об Иисусе Христе, но будут те люди, которые примут свое наследство, поверят в Иисуса Христа и родятся в Божьей семье. Итак, наша ответственность как верующих, мы носим в себе наследство, мы носим Иисуса Христа живого Бога. И мы не можем быть эгоистами, только для себя держать. Да, Он благословляет нашу жизнь, но кроме нас, как кто-то думает, что Бог меня любит и ничего от меня не хочет. Правда в том, что на самом деле Бог меня любит. Безусловно, меня любит, без всяких условий. Но у Него, кроме меня, еще есть люди. Я должен понять, я эгоистичный ребенок, единственный в семье, должен понять, что кроме меня, понимаете, есть еще дети, которые не с ним. И я ребенок Божий, я должен понять, что мне нужно делиться. Сегодня таких христиан очень много одиночек, которые думают, что Иисус только для них. Они Иисус, они Иисус, им так хорошо. И они закрылись. Ты должен понять, ты должен понять, может быть, это период в твоей жизни. Но Бог тебя видит, как родителя, который передает это наследство другим, передает это другим детям. Через тебя в Божье Царство родятся другие верующие, другие люди. И никогда ни на ком не ставь крест, он не уверует. Откуда ты знаешь? Представь, про тебя бы так думали, ты не уверуешь, и тебе бы не рассказали. Ефесянам 2.10 здесь сказано, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Раньше мы исполняли дела, в этой же главе говорится, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, то есть по воле дьявола. Мы же делали грех, а тот, кто делает грех, тот от дьявола, Библия говорит. Бог с того момента, когда мы приняли Иисуса Христа, Библия говорит, древнее прошло, теперь все новое. И здесь говорится, что мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Что это за дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Иногда мы говорим, Бог от меня ничего не хочет. Бог хочет только любить меня. Он тебя хочет любить. И знаете, когда в жизни, в семье появляется малыш, ребенок, родители тоже от него ничего не хотят, потому что он маленький, и он реально ничего не может сделать. И что родители делают? Сисюкаются, любят его, целуют его, заботятся, кормят его. Понимаете? Но когда он подрастает, ему надо и то делать, и то делать, и то делать, и то делать. А почему родители заставляют или говорят, что надо делать? Почему? Его готовят к зрелой жизни, к взрослой жизни. Это нормально. И мы видим, как девочки в детстве играют в мам. Они же не мамы. Но внутри они себя чувствуют мамами уже с детства. И мы так же. Мы можем находиться в детстве. От нас никто ничего не требует. Но когда мы возрастаем во Христе, то в нас проявляются качества, которые были внутри нас сокрыты. Вначале от нас никто ничего не требует. Наслаждайся Богом. Но потом мы становимся зрелыми. И знаете, в этом есть очень большой прорыв. Прорыв в осознании. Потому что я видел христиан, которые доросли до какого-то уровня. И они, например, говорят, я в церкви вообще ничего нового не понимаю, не слышу. Я вообще ничего не получаю. Я хочу просто в такую церковь прийти, где пастор, такие проповеди, где там вообще меня будут так учить. Я тебе скажу, твой период младенчества закончился, и теперь у тебя начался родительский. Родительский, как бы, родительский сезон в твоей жизни. И тебе надо не просто хорошие проповеди по воскресеньям слушать, а тебе уже нянчиться надо с детьми, дорогой брат и сестра. Ты не должен быть эгоистом и приходить и пухнуть от знаний, от откровений, от прикосновения Божьего. Ты теперь родитель. Ты уже не имеешь права говорить там пастор, пастор там что-то не так говорит. Как только ты понимаешь, что пастор тебе ничего нового не говорит, это говорит о том, что ты созрел, чтобы начать о ком-то заботиться, о бэбисах, о детях, о духовных детях. И многие разочаровываясь, уходят от церкви, говорят там что-то негативное. но, ты должен понять, что ты будешь благословенным, у тебя будут очень большие благословения, когда ты просто в мозгах переключишься. Пастор не должен, он тебя вырастил, он тебя вырастил, и теперь ты должен становиться тем, который передаешь наследство другим людям. Просто представь, ты носишь наследство и никому ничего не отдаешь. я вам скажу, главное призвание мужчины в жизни, главное призвание мужчины в жизни это стать отцом. Это не просто стать, мы сразу улыбаемся, это же не трудно, но быть отцом, быть отцом и призвание девочки, девушки, женщины, стать матерью и быть матерью, быть матерью, это наше призвание, когда Бог сказал Адаму и Еве, что он сказал? Любите просто друг друга, фоткайтесь и выставляйте фотки в инстаграм, какая у вас сладкая жизнь. Он сказал плодитесь и размножайтесь, а это говорит о том, что когда появляются дети, появляется забота и вы себя, внимание себя переключаете на детей, вы заботитесь и в этом счастье для вас будет. Кто-то говорит не, не, я не евангелист, не, 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 знаете, это звучит по-другому, если правильно перевести, это говорится так, не, 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 я ничего делать не хочу, не, 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 я белоручка, не, 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 я, я лентяй, я ничего не хочу, я хочу только получать, почему я что-то должен давать? Да мы не то, что должны давать, если мы давать не будем, мы счастливыми не будем, ведь Бог, от чего Он счастливый? Потому что Он всему дает жизнь, Он всему дает жизнь, Бог всему дает жизнь, каждый человек врождается в Царство Божие через человека. Помните случай с Корнилием? Ангел, представьте, Ангел Божий прямо от Бога, по повелению Бога, когда Корнилий молился, пришел к Корнилию и не сказал слова спасения, он бы мог сказать, повторяя за мной молитву покаяния, дорогой Иисус, прости меня за все мои грехи, Отец Небесный, прости меня, дорогой Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом спасения, он не стал этого говорить, вместо этого он что стал говорить? Ты найдешь-то в таком доме, Петра, который там гостит только у того-то, того-то, иди найди его, и он тебе скажет слова, которыми ты спасешься. Бог, почему у тебя так сложно? Почему ангел просто не может дать записку, и чтобы я вот так прочитал по записке, и покаялся, и родился в Царство Божие? Чтобы, знаете, потом никому славы не было, например. Знаете, как многие люди, они не хотят через кого-то что-то получать, они хотят лично от Бога, а Бог смеется, и Он говорит, ну слушай, у тебя будут проблемы, потому что я Ему передал, и у Него это находится. Мне тебе нечего дать. Помните, как этот Исаак, да, когда его обманул Иаков, Иаков обманул его и забрал первородство Исава. И когда Исав пришел к отцу, приготовил покушать, все, пришел такой, встал такой, отец, благослови меня. Отец такой, в смысле? Ну как, отец, благослови, я же первый сын у тебя, первородный, мне же все, благословение. Он говорит, так я уже благословил, и мне нечего больше дать тебе. Мне нечего больше дать, я все отдал уже. Понимаете, так же и Бог. Он говорит, я уже все отдал. Бог поставил в церкви апостолов, пророков, пастырей, евангелистов, и учителей, чтобы тело совершенствоваться. Это семья, это семья. А мы ждем, о, я от Бога хочу, я от Бога хочу. Но от Бога ничего Корнили не получил, а только ЦУ. Иди туда-то по такому адресу, и тебе нужен Петр. Слушайте, нам нужны люди. Да, нам нужны не бестолковые люди, которые ничего не знают, пузыри пускают. То, что они говорят, вообще неинтересно, не касается, не нужно. Просто нам нужны божественные люди. И будь таким человеком, божественным человеком, там, в той стране, где ты находишься. Стань таким человеком, чтобы мог, Бог мог, на тебя рассчитывая, сказать, вот так вот кому-то сказать, господин президент, войти в комнату президента, Бог же может, запросто, это же человек, и мог бы сказать, тебе, знаешь, тебе нужно вот такого-то человека призвать, он должен с тобой поговорить и привести тебя к спасению. Тебе нужно спастись, твоей душе нужно спасение. И мы видим, что Корнилий, он позвал Петра, и Петр пришел, да? Петр пришел, и он стал им благовествовать Христа, он стал передавать наследство, он стал передавать то, что принадлежит Корнилию и всей его семье. И написано, слава Божия сошла, Дух Святой сошел на них. Знаете, это не Петр выбрал такое служение, а Иисус Петра выбрал. Есть разница, есть моменты, когда я сам себя выдвигаю куда-то, и я говорю, я великий, я все могу. Я ничего не могу, я не великий без Бога. Но если Бог меня избрал, я не буду ему портить настроение своими комплексами, я не знаю, своим неверием, неправильным представлением о себе. Если Бог меня хочет использовать, я всегда говорю, Бог, пусть я буду для тебя удобным, возьми из пользы меня, я буду для тебя удобным. Если ты мне скажешь это сделать, я это сделаю. Я не буду проблем тебе создавать. Знаете, Бог еще договаривался с Моисеем. Он сказал ему, все четко понятно, Моисей, выведи мой народ из Египта. Тот начал. Я не умею, я не могу, я никто. Хотя у Бога проблемы начинают. Он начинает трясти. Он говорит, как, я же с тобой, я же Бог самогущий, кроме меня вообще никого нет. Бога начинает трясти. Как ты вообще можешь так говорить? Бог говорит, ладно, я тебя Аарона вызову. Аарон будет тебе в помощь. Но Аарон не нужен был даже. Потому что Бог хочет быть твоей опорой. Бог. Когда Бог тебя что-то просит. Но я говорю, что Бог приходит в жизнь других людей через человека. Через человека. Женщина, получившая исцеление от кровотечения. Она же от Иисуса получила напрямую. Человека же не было. Но от кого она услышала об Иисусе? Друзья, братья и сестры. От кого она услышала информацию об Иисусе? От кого? От человека. И мы сейчас в этом послании. Я не умоляю Бога. Я хочу сказать, что на нас, на верующих, лежит ответственность. Вместе с привилегией лежит и ответственность. А я вам скажу, почему Бог доверяет нам. Потому что мы Его невеста. И Он хочет. Написано в Исаии 53 главе в конце, что Он с сильными будет делить добычу. Он тебя считает сильным. Ты скажешь, меня сильным? Да я знаю себя только как слабого. Нет, на тебе Дух Святой. Ты сильный. Ты имеешь силу. На Иисусе был Дух Святой. И Он был сильный. Он был сильный благодаря Духу Святому. Итак, каждый человек, живя на земле, должен принять свое спасение. Должен. Я вам скажу, мы много чего должны на этой земле достичь. И выучиться должны. И получить профессию. И работать должны. И жениться. И детей родить. И позаботиться. И дать им образование. Не только уже себе образование получить. Ты уже как родители заботишься, чтобы и они хорошее образование получили. Чтобы хорошо устроились на этой земле. Но скажу так. Если ты ничего этого не достиг, у тебя не получилось. Или я не знаю. Ты был разгильдяем в жизни. Двоечником был. Ты плохо учился. Что бы в твоей жизни не было. Ты просто протратил свою жизнь. Знаете, как люди в казино тратят деньги. Ты ее вот так вот протратил жизнь свою, как люди деньги в казино тратят. Вот ты просто ничего не достиг. У тебя ничего нет. Вот ты прожил свою жизнь. Тебе не на что смотреть. Тебе не на что, нечего хорошего вспомнить. Если что-то вспоминаешь, только грешное. Хорошего, ничего доброго ты никому не сделал. Допустим, ты такой человек. Я скажу, что без чего тебе нельзя остаться на земле? Без своего наследия. Это ты точно должен получить, запомни. Это я тебе говорю, потому что я даже очень переживаю, когда я это говорю. Тебе нужно получить, если ты многого чего не достиг на земле. Послушай, это должно быть твоим. Ты должен это принять, свое наследие, свое личное спасение. Иисус на кресте подарил нам спасение каждому. Это говорит о том, что после этой жизни на земле мы имеем другую жизнь, вечности. И от того, что мы выберем на земле, это повлияет на всю нашу вечность. Либо мы будем с Господом на небесах, либо мы будем мучиться в озере огненном, в озере огня. Я думаю, что все выберут первое. Все выберут быть в хорошей жизни, быть счастливой в радостной жизни, чтобы тебе туда попасть. Ты автоматически туда не попадешь. Ты не попадешь туда по ошибке. Так же самое, как мы никто по ошибке не попали сюда на землю. Произошли определенные законы, почему мы сюда пришли. Так же мы не попадем на небеса автоматически. Просто так. Для нас кто-то должен принести это. Если ты та душа, если ты тот человек, который живешь еще без наследства, тебе нужно принять свое наследство, тебе нужно принять Иисуса Христа, свое спасение. И если какой-то из людей к тебе приходит и говорит об Иисусе, не отталкивай его, потому что он принесет тебе твое наследство, вместе с ним ты можешь откинуть свое наследство. А Бог другого для тебя больше никого не пошлет. Он избрал того человека. Поэтому никогда не смотри на его внешность. Кто он? Что он? Что он сделал? Достоин ли он тебе передавать наследство? Знаете, последнее, что я хотел бы сказать. Мы как церковь, мы вспоминаем страдания, смерть Господнюю, страдания Иисуса Христа, смерть Господнюю и воскресения Господня. Мы вспоминаем. И когда мы преломляем хлеб, и мы пьем, да, и пьем его кровь, его тело кушаем, да, потом на блюдце, на тарелке остаются крошки после хлеба. Как бы мы ни отламывали качественно, да, все равно остаются крошки. Это говорит о том, что есть еще вот эти, которые не с нами. Они еще там пока лежат. Они должны прийти. Они должны стать частью. И это всегда должно беспокоить нас. Мы должны всегда думать о других. Потому что родители, они думают о себе, да. Но больше они думают о детях. Поэтому, если ты хочешь быть счастливым, секрет в том, начинай переключаться с себя. Забывай вообще про себя. Бог тебя сам будет вознаграждать. Он тебя сам будет утешать. Он будет тебе делать сюрпризы. Все будет тебе делать. Но когда Он увидит в тебе свою природу, что ты заботишься о других. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok